Две недели с Рождества Христова и до Крещения считаются святочными. В старину в эти дни люди пытались узнать свою судьбу. Способов гадания было много. Сотрудники Национального телевидения Чувашии вернулись в прошлое и вместе с сотрудниками Национального музея попробовали заглянуть в будущее. Колеса, колеса, накануне Рождества, Хоть рубль, хоть и так, не уйдем мы просто так! Узнать свою судьбу люди пытались издревле. Считалось, что предсказания, выпавшие на святочные недели, самые верные. Гадали в основном молодые девушки, которые хотели узнать, что им предначертано и какой муж достанется. Один из способов – гадание на воде. Нужно было опустить в воду украшения и исполнить подблюдные песни. Кому-то выпадало счастье, кому-то дорога дальняя. Самым желанным для всех девушек было замужество. Еще одно гадание на восковой свече. Нужно было растопить в ложке воск и мысленно задать вопрос, что ждет в наступившем году. Затем вылить его в воду и ждать, когда ответ проявится в фигуре. Кому-то виделся ребенок, кому-то острова и путешествия. Одно из самых простых современных гаданий – это гадание по книге. Вам нужно взять вашу любимую книгу. Моя называется «Просто космос». Загадать вопрос, на который вы хотите услышать ответ. Загадать строчку в книге сверху или снизу и открыть книгу. Свой ответ я получила. Вы тоже можете попробовать. Узнать свою судьбу люди пытались и при помощи домашних птиц. Выбирали в темном сарае курицу, заносили ее в дом, раскладывали перед ней предметы. Какой предмет она клюнет, такой муж и будет. Если это ножницы, то муж будет партнер. Если монеты, то муж будет богатым. Если зерно, то будущий муж или жених, он будет жить в достатке. Уголь – это, конечно же, бедность, а вода – это пьяница, к сожалению. Святочные гадания не только предсказывали судьбу, но и служили развлечением для крестьян. Кроме этого, гадания снимали депрессию и накопившуюся усталость за время полевых работ. Если сегодня святки, это, естественно, связано с Рождеством Христом. До христианизации у народа и был праздник калятки. У чуваши это был сурхури. Когда мы уже стали православными, тогда, естественно, эти два праздника, они слились. Сегодня, конечно же, традиции практически везде забыты. Но в основном вот эти щедровки, калятки у нас сохранились в южной части России, в частности, в Украине, Краснодарском крае. Самым страшным считалось гадание в бане при помощи зеркала. На это решались только самые отважные девушки. Гадать на святки или нет – выбирать вам. Многие предсказания могут сулить беды, несчастья и болезни. Главное помнить, что сбывается только то, во что веришь. И не стоит забывать старую добрую пословицу. Каждый сам кузнец своего счастья. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.